Время новостей на Хабар 24 в студии Марат Ярназар. Здравствуйте. Сегодня день памяти жертв политических репрессий. Это печальная страница в истории для нашего народа. Пострадало почти 100 тысяч казахстанцев, более 20 тысяч из которых были расстреляны. В числе невинно осужденных такие видны государственные и политические деятели, как Алихан Букеиханов, Ахмед Байтурсынов, Муржак Абдулатов, Мухаммеджан Танышпаев и Сакен Сейфулин. Попавших в немилость обвинили в саботаже, шпионаже в пользу иностранных государств, в антисоветской агитации и пропаганде, национализме и вредительстве. На самом деле все эти дела были сфабрикованы. Преследователи тех, кто пытался отстаивать интересы казахского народа... В лютый мороз 6 января 1938 года прибыла первая партия женщин. Их везли со всех концов страны, из Москвы и Ленинграда, Украины и Белоруссии, из Грузии и Армении, со всего Кавказа и Средней Азии. Оказавшись за колючей проволокой, они должны были отречься от своих любимых и дорогих, покориться воле вождя всех народов. Но они остались непокоренными. Всего этапом через Акмолинский лагерь жены-изменников родины Алжир прошли свыше 18 тысяч женщин. Из них почти 8 тысяч отбывали срок от звонка до звонка. Среди них жены известных государственных, политических и общественных деятелей, чьи имена в лишних представлениях не нуждаются. Но попав в лагерь, они лишались фамилии и национальности, статус на всех один. Враг народа, изменник родины. Жизнь не прожить без черных дней, но в час беды и в час бессилия вы не кляните матерей за то, что вас они родили. Жизнь за колючей проволокой, словно беспросветный серый день. Атмосферу, в которой жили узницы Алжира, передали сотрудники музейно-мемориального комплекса, расположенного на месте бывшего лагеря в Акмолинской области. Экскурсоводы, инженеры, техперсонал вжились в образы и показали, как проходили будни заключенных. Теснота, тяжелый непривычный быт, строгая изоляция, непокидающее чувство голода. Все это делало каждый их день невыносимым. Мы будем жить. Растают леды в апреле. Весна, ликуя, встанет у межи. В глаза беды бесстрашно мы смотрели. Мы будем жить. Впервые за годы работы экскурсоводы не поведают посетителям историю лагеря. Не смогут показать все экспонаты. Музей закрыт, пока действует карантин. Но все мероприятия проходят в онлайн-режиме. С горечью мы вспоминаем о тех, кто погиб от голода в годы коллективизации. Всего около полутора миллионов казахстанцев. В память о них в столице установлен этот монумент. Стена скорби. Глядя на женщину, в центре сжимается сердце. Она скинула руки к небу и просит защиты для своего ребенка. Эти страшные годы невозможно забыть. Они никогда не исчезнут из нашей памяти. Для многих народов, пострадавших от большого террора, Казахстан стал домом. Мужество и терпение наших предков помогли достойно пройти тяжелейшие испытания. Символом единой нации стала Ассамблея народа Казахстана. В память о жертвах политических репрессий представители этнокультурных объединений запустили челлендж. В роликах они рассказывают о своих родных, которым удалось пережить репрессии. Историей своего прадеда Айнала Абишева поделился Салим Айлазов. В 1937 году по приказу Сталина из-за формулировки неблагонадежной народы, народы Северного Кавказа, Ближнего Кавказа и в целом сего Кавказа были переселены в Центральную Азию. Моему деду было тогда уже 24 года. У него было трое детей. Их переселили в песке Маинкум. Зима. Мой прадед был непоколебимым человеком. Он имел дух горца. В 40-х годах его назначили первым председателем колхоза Каскабулак. Тогда он знал уже по приезду казахский язык. То есть за несколько лет ему удалось освоить казахский язык. Люди его очень уважали. О своих родных также рассказали представители чечено-ингушского, корейского, украинского и белорусского этнокультурных центров. Это было очень тяжелое время. И когда понимаешь, какие были мужественные люди, и когда понимаешь, на что они шли ради того, чтобы выжить, ради того, чтобы сохранить семью, ради своих родных, это каждый раз мотивирует нас в наше время, когда жить уже стало, конечно же, легче, чем в то время, когда были очень тяжелые времена, которые не хочется вспоминать, но и ни в коем случае нельзя забывать. Время не стоит на месте. И кажется, что стрелки на часах с каждым днем ускоряют свой привычный ход. В этом стремительном ритме жизни могут постоянно меняться обстоятельства. Но есть то, что останется неизменным. Это история. И передавать ее мы должны бережно, из поколения в поколение. Камила Тастамбекова, Науры Сбазаров, Хабар, 24. Напомню, накануне Касымжимар Тукаев поручил создать госкомиссию по реабилитации жертв большого террора. Об этом глава государства сообщил в своем обращении по случаю Дня памяти жертв политических репрессий и голода. Президент отметил, в Казахстан за время репрессий было сослано свыше 5 миллионов человек со всех уголков Советского Союза. Более 20 тысяч казахстанцев были расстреляны. Касымжимар Тукаев напомнил, что с обретением независимости Казахстан на государственном уровне принял меры по увековечиванию памяти жертв этой трагедии. В завершение президент добавил, 31 мая в этот печальный день долг каждого из нас отдать дань уважения всем, кто безвинно пострадал в одной из самых жестоких трагедий прошлого столетия. Для обеспечения доступа к нераскрытым историческим секретным документам и поиску информации о жертвах политических репрессий в Министерстве внутренних дел создан сервис «Мемориал». В нем только по Казалардинской области представлены сведения о почти 6 тысячах репрессированных граждан. По данным специалистов, 6 лет назад увеличилась база и объем запрашиваемой информации. Тогда в департамент полиции из органов национальной безопасности были переданы архивные уголовные дела в отношении репрессированных и реабилитированных граждан, а также фильтрационные и трофейные материалы о бывших военнопленных и репатриированных из Германии семей. Сегодня в наш департамент поступает большое количество обращений от родственников репрессированных граждан. Около 400 заявителей получили результаты. Для граждан, ищущих информацию о родственниках, переживших этот трудный период жизни, наша информация является бесценным достоянием. Поэтому и в дальнейшем эта работа будет продолжена. С 1 июня в Казахстане снимут блокпосты с одной лишь оговоркой – только между областями. А это значит, что вновь начнут курсировать междугородние автобусы, такси, а также станет возможным свободное передвижение на личном автотранспорте. Причем, если в начале карантина для того, чтобы доехать, например, из Алматы в Нур-Султан, нужно было иметь на руках специальное разрешение, то теперь это требование упростили. Возобновятся ли сообщения между городами в самих регионах, будет зависеть от эпидемиологической ситуации. С 1 июня принимаем дополнительные меры по снятию ограничения. Первую очередь – это снятие межобластных блокпостов в регионах, межрайонных, межгородных взаимоотношениях. Будут решения принимать такие области под председательством ваших штабов по решению государственных и главных санитарных врачей. По информации Минздрава Республики, на сегодняшний день число заболевших коронавирусной инфекцией в стране достигло 10 382. Выздоровели и выписаны домой более 5000 казахстанцев. В республиканских стационарах получают лечение 5124 пациента. От коронавируса в Казахстане умерли 38 человек. Китай к концу года или в начале следующего может получить вакцину от COVID-19. Об этом заявили представители Комитета по контролю и управлению государственным имуществом КНР. По словам специалистов, на сегодня уже 5 различных вакцин находятся на второй стадии клинических исследований. В случае успешного продвижения работ этот этап будет завершен к июлю. Тогда ученые приступят к третьей завершающей фазе. Разрешение на проведение испытаний на людях получили пекинские и уханьские институты биопрепаратов. Если эффективность и безопасность вакцин будут доказаны, их можно будет допустить на рынок. Планируется, что в год будет выпускаться более 200 миллионов препаратов от COVID-19. Евросоюз призывает власти США пересмотреть решение о прекращении отношений со Всемирной организацией здравоохранения. Об этом говорится в совместном заявлении президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы дипломатии ЕС Жозепе Боррелля. Перед миром, перед лицом этой глобальной угрозы, сейчас настало время для расширения сотрудничества и совместных решений. Следует избегать действий, ослабляющих международные результаты. В этом контексте мы призываем США пересмотреть свое объявленное решение, отмечается в документе. ВОЗ должна и впредь иметь возможность руководить международными мерами реагирования на пандемии, нынешние и будущие. Для этого требуется участие и поддержка всех сторон. В Италии начали массово выпускать прозрачные медицинские маски. Изначально они предназначались для врачей, работающих с глухонемыми, но сегодня такие маски пользуются популярностью у многих жителей, особенно у работников сфер обслуживания, где важно демонстрировать клиентам улыбку. Защитное средство делают из полиуретана, который термическим путем крепится тканевой основе. Причем маска многоразовая, после стирки ее можно использовать вновь. Стоимость изделия около 6 евро. В США продолжаются протесты из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда. В субботу полиция столкнулась с демонстрантами возле Белого дома в Вашингтоне. Полиция оттеснила протестующих от резиденции американского лидера с помощью дубинок и щитов. И это был лишь один из нескольких маршей и митингов, проведенных по всему Вашингтону и всей стране. Демонстрации не стихают несколько дней после того, как в понедельник полицейский Дерек Шовен в Миннесоте, в Миннеаполисе, надавил колено на шею Флойда, после чего мужчина скончался. В пятницу Шовен был арестован по обвинению в убийстве третьей степени и непредумышленном убийстве. Протестующие требуют ареста еще троих офицеров, которые присутствовали при этом. Они были уволены и находятся под следствием. Не важно, какая у Вас работа, где Вы живете, но если Ваша кожа черная, Вы автоматически становитесь угрозой. Пока они видят наш цвет кожи как оружие, они будут видеть в нас угрозу. Мы должны это изменить. В Бруклине демонстрации выглядели более мирными. В субботу толпа людей прошла через Гарлем, скандировала возле полицейского участка, а затем перекрыла движение на шоссе вдоль восточной реки Манхэттена. В конце для протестующей в Бруклине столкнулись с полицией, которая использовала против демонстрантов перцовые баллончики. Спустя 9 лет состоялся пуск ракеты с американскими астронавтами на территории США. SpaceX стартовала с мыса Канаверал во Флориде. В космос отправились астронавты Даг Хёрли и Боб Бенкин на ракете, произведенной калифорнийской компанией SpaceX Aerospace, принадлежащей миллиардеру Илону Маску. Хёрли и Бенкин проведут на орбите Земли примерно 19 часов, прежде чем ракета SpaceX Falcon 9 состыкуется с Международной космической станцией. Первая попытка запуска, запланированная на среду, 27 мая, была отложена из-за штормовой погоды. Облик «Октау» меняется местами до неузнаваемости. А всё благодаря средствам, выделенным по программе «Дорожная карта занятости». Так, в региональный бюджет поступило свыше 12 миллиардов тенге. На эти деньги местные власти уже приступили к реализации 43 проектов. Ожидается создание 3000 рабочих мест. «Октау» благоустраивают пешеходную зону. К примеру, в четвёртом микрорайоне, который расположен у моря, прокладывают тротуары. Подрядчики сняли старый асфальт. За 10 дней строители уже проложили 400 квадратных метров нового полотна. Работы идут в одну смену. Задействовано три бригады. В среднем это 15 человек. Месячный оклад составляет более 120 тысяч тенге. Думаю, в следующем месяце этот дорожный участок мы закончим. Дороги ремонтируют в нескольких микрорайонах «Октау». Планируется уложить 6000 квадратных метров асфальта. Все рабочие были привлечены через центр занятости. Половина рабочих мест будет создана за счёт подрядчиков. Половина будет создана за счёт центра занятости. По покраске фасадов у нас планируется покраска 177 многоквартирных жилых домов. Это начиная с нижних микрорайонов, заканчивая верхних микрорайонов. Охват будет 19 микрорайонов. Это порядка 400 гектар. Помимо этого в городе Укаспия строят социальные объекты. Так, к сентябрю планируют сдать новую общеобразовательную школу. Пока же идёт реконструкция 14 образовательных учреждений и 4 детских садов. Одну школу на 900 мест строят в 34 микрорайоне. В микрорайоне ШРС-1 на 300 мест возводят ещё одно частное учебное заведение. В рамках госпрограммы также планируется построить три дороги. Кроме того, уже начато благоустройство шести микрорайонов. До конца года не только приведут в порядок дороги внутри микрорайонов, но и установят во дворах спортивные и детские площадки. На все работы из республиканского бюджета выделят 4 миллиарда тенге. За счёт реализации проектов создадут полторы тысячи новых рабочих мест. Динара Нургалиева, Саламат Бекпаев, Актау Хабар, 24. На этом выпуск завершён. Всего доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok